всем привет показываю рассказываю чего делаю значит про проволоку да про леску в общем не ожидал что столько много вопросов возникнет по этому моменту значит момент момент такой зачем нам вставлять и использовать что леску что проволоку в трубочках этот момент мы упустим у нас задача какая у нас задача установить что леску что проволоку в наши трубочки значит чем сейчас я и занимаюсь значит ну что касается проволоки проволоки что касается лески но леска понятно рыболовная проволоку мы используем если нам нужно только она будет называться здесь проволока стальная нержавеющая но продавцы ее знают и называют как проволока вязальная оцинкованная есть еще черная проволока бывает проволока но такая проволока не подойдет потому что изделия она будет ржаветь и изделия смиют вместе с этой же черной проволокой вот леска понятное дело рыболовная значит что проволоку что леску нужно нужно и можно использовать опять же в зависимости от ваших целей максимально толстую которая лезет пролазит проходит устанавливается выберите сами нужное слово ваши трубочки допустимые трубочки кручены на спицу 12 значит леску я беру один миллиметр и проволоку соответственно я тоже беру один миллиметр вот здесь все значит как я ее устанавливаю устанавливая ее методом тыка то есть беру либо проволоку либо леску вера трубочки и устанавливая в которые устанавливаются в ту устанавливая которые нет откидываю их дальше для плетения собственно вот и все вот и все значит какие нюансы могут быть могут возникнуть конечно лучше всего что леску что проволоку устанавливать в сухие сухие трубочки почему потому что увлажненная трубочка доведенная до кондиции бумага внутри разбухает и вот это Вот внутреннее отверстие, внутреннее отверстие, оно максимально сокращается. Что препятствует проходу, что проволоки, что лески, да. Еще может быть такое, что когда накручиваете там как-то чего-то там внутри, при вытаскивании спицы замнулось, и вот этот вот внутренний проход, внутренний канал, он тоже запит, и соответственно ни проволока, ни леска, они там не пройдут. Значит, про проволоку, давайте начнем с проволоки. Значит, проволока оцинкованная должна быть. Вот у меня 1 мм, она подходит. в эти трубочки. Значит, я беру, допустим, какую-то группу трубочек. Трубочек всегда я готовлю, если у меня что-то, установка проволоки, всегда готовлю с большим запасом, потому что я всегда знаю, что не подойдет. Я обычно не заморачиваюсь, всегда устанавливаю, ну, опять же, если нужно, в трубочки, которые уже доведены до кондиции. Значит, проволока должна быть ровная. Если вам просто нужно в каждую отдельно установить, то есть отрезаете куски, выравниваете их, можно в шуруповерт закрутить, и это показывал уже, видео было, закрутить один конец в шуруповерт, крутить, и здесь тряпкой протирать, разминать, и она выровняется, все. Вот. Проволока должна быть ровная, обязательно должна быть ровная. Если нет у вас шуруповерта, можно взять тряпку, одеть перчатку, чтобы ни в коем случае не повредить руку. И вот таким образом держать, тянуть проволоку, выпрямлять. Выпрямлять. Потом, какой еще немаловажный момент, камера это не захватит. Вот этот вот конец, конец, вот этот вот конец, он должен быть ровный, он должен быть ровный. Вот здесь как бы немножко небольшой изгиб есть, я его буду подрезать, я буду подрезать ножницами матриксы, они режут все. Потом, что еще, если вы откусываете проволоку, бывает щипцами вот такими, кусаете, вот это вот место откуса, место откуса, да, оно, как же начнем вам показать, оно сплющивается, и как бы здесь оно становится ширше, и такое, и когда оно проходит внутри, во внутренней полости у трубочки, оно за все цепляется, и это тоже затрудняет установку, установки проволоки. Поэтому что можно сделать? Либо откусить, откусить наискосок, ну, например, вот так вот. Так, сейчас я откушу. Как бы, не вот так прикладывать, да, ножницы, кусачки, что там у вас, а именно под углом, ну, хотя бы 45 градусов постараться это сделать. Вот. Есть, да, момент? Если все-таки здесь, на этом моменте что-то тут такое расплющилось, берем либо камень точильный, наждачку, что мы можем взять, напильник, и немножко здесь вот это вот все сгладить, всю вот эту историю. Ну, и вот трубочки, допустим, группа рандомных трубочек. Так вот, все, видите, все четко, все хорошо. А до этого я пробовал на этих же трубочках, у меня не получилось. Так, здесь проходит. Вот. Обязательно прямая трубочка выровненная, и острый, либо заточенный кончик. Просто когда обрубаем, там все приплющивается так вот в процессе. Где-то бывает она просто потуже идет. Если вдруг какая-то не проходит, просто ее откидываем, и берем следующую. Берем следующую, и все. Вот. Трубочки у меня готовые к работе. Они увлажные. Увлажненные. Если у вас сильно влажные трубочки, то все-таки рекомендуется их подсушить. Подсушить. Так, вот. Видите, это хорошая проволока. Проходит везде. Так, трубочки на 1,2 повторяю, проволока 1 мм. То есть бывает такое, у меня ситуация, что мне, допустим, ну, на какой-то отрезок нужно 3 или 4 нарастить трубочки или больше. И вот таким образом я их подбираю и на одной проволочке наращиваю. Вот. Бывают случаи, когда нужно использовать леску. Значит, с леской все то же самое. Либо используем сухие трубочки, потом их увлажняем, доводим до кондиции. Либо трубочки, доведенные до кондиции, но не сильно влажные. Значит, с леской, с леской, с леской. У нас такая же история происходит. Единственное, что, да, леску мы выровнять не можем, вот таким образом. Но вот этот вот, ну, тут мы ее уже не увидим на камеру. Вот этот вот кончик тоже, либо так же остро подрезаем, либо, если есть у вас, ну, у вас, естественно, есть вот эта вот пилочка, когти точить, маникюрная пилочка, то здесь можно при помощи ее, как бы, леску подпилить. Да, это капрон. Значит, смотрим, чтобы не было тут сплющенный носик. Кто-то говорит, да, советует, кстати, ни разу не пробовал, что леску нам нужно вставлять наоборот, через обратную скрутку. И вот, короче, вот такая же история, также путем, путем подбора. Так что-то не идет. С одной стороны можно попробовать, с другой. Можно попробовать с другой. Ну-ка, там какое-то препятствие внутри. А, нет, вот видите, с одной стороны не пошла, а с другой пошла. И как бы вот такими вот аккуратными движениями, не резкими. Вот и все, и все секреты, ничего тут такого нету. Ну, понятное дело, если в супервлажные трубочки вы пытаетесь установить что леску, что проволоку, конечно, удачи вы не видите. Я вот никогда в этом никакой проблемы, собственно, и не видел. Но если там у вас... Вот тоже не идет. Если у вас там какой-то специальный проект, то, в принципе, можно заморочиться. Допустим, трубочки, что под проволоку, что под леску, ну, просто на спицу потолще накрутить. Так, вот и все. Вот это что-то тут не проходит. Знаете, проволочка проходила. А, нет, вот потихонечку, потихонечку, потихонечку. Видите, вот прям он все, нет, уперлась, не хочет дальше идти. Ну, и все, тогда такую я откидываю и беру следующую. Собственно, вот никаких секретов тут нету путем простого подбора. Несколько вот моментов таких, да, на которые стоит обратить внимание. А в остальном все. А в остальном все это происходит путем подбора. В общем, спасибо всем за внимание. Был рад вас видеть. Всем спасибо. Всем пока.